И тут я хочу обратить внимание на недавний выпущенный доклад экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Чтобы вы понимали, этот Центр работает главным образом на правительство России, он вообще является таким проправительственным и приправительственным, то есть такой нарост на теле российского правительства, который проводит типа макроэкономическую экспертизу. И этот Центр очень всегда комплементарные всякие вещи пишут о российской экономике, о том, что там наступило полное импортозамещение, что вот растут показатели, инфляция сокращается, экспорт увеличивается, импорт сокращается и так далее. То есть все они всегда в таком комплементарном для российского руководства цвете выставляют. Но на этой неделе они там прогнозировали, что российская экономика, цитата, начала замедляться. И дальше они пишут, что торможение заметно практически во всех секторах экономики и во всем, кроме зарплат. Что такое высокие зарплаты и растущие зарплаты? Это сигнал того, что инфляция уже начала раскручиваться. Когда, может быть кто-то помнит, времена гиперинфляции, когда зарплаты там превращались сначала из сотен рублей или чего-нибудь в тысячи, потом из тысяч в миллион, в десятки или в сотни тысяч, а потом в миллионы. Вот когда у вас во всей экономике очень быстро начинают расти зарплаты, это такой верный признак раскручивающейся инфляции. Особенно если эти зарплаты растут какими-то невиданными, извините, темпами. То есть инфляция в России разгоняется, это факт. Более того, эти чуваки из российского этого центра макроэкономического анализа объявили, что в стране остановился рост потребления со стороны населения. То есть люди покупают меньше всякой всячины, что создает меньше спрос на продукцию разную. Соответственно, понижается деловая активность и меньше нужно выпускать всяких, импортировать, производить товаров и услуг. Кроме того, остановился рост инвестиций, понятно, потому что а война, а высокая инфляция. Ну и экспорт товаров тоже падает. Экспорт товаров в России, в общем, кроме нефти-то особо и газа, особо ничего не экспортируют, но экспорт нефти тоже падает. То есть они товарами назвали тут нефть, экспорт нефтяной в России тоже сокращается по ряду причин, объективных, субъективных, износ оборудования, невозможность, опять же, нехватка инвестиций, просто из-за того, что российскую нефть все менее охотно покупают. Вот, например, на этой неделе главный индийский нефтеперерабатывающий завод, частный, отказался от приобретения российской нефти просто из-за того, что эта нефть поставляется в Индию по ценам выше ценового потолка, установленного американцами. Соответственно, индийцы не хотят ссориться с США и быть отключенными от мировой финансовой системы. То есть, как видим, в России финансовые показатели экономики становятся все хуже. Останавливается рост в промышленности, в строительстве. Это я все иду по этому докладу. На транспорте тоже остановился рост. На транспорте даже началось снижение объемов грузоперевозок. Кроме того, впервые с весны 22-го года заметно упал спрос на труд. Что такое спрос на труд? То есть, это спрос на людей, которые заняты в разных отраслях экономики. И он, на самом деле, резко повышался просто из-за того, что набирали очень много людей в армию, плюс очень многие россияне уехали из страны. То есть, образовалась такая лакуна, которую надо было чем-то или кем-то заполнять. Поэтому поднимались зарплаты и резко подскочил спрос на сотрудников, на работников во всех отраслях экономики. То есть, в какой-то момент безработица в России была около нулевой. Но долго такое счастье, естественно, длиться не может, потому что в условиях войны, все-все этот рост экономики, снижение безработицы, это все искусственно, это фейка, это все ненастоящее. И, соответственно, сейчас спрос на труд стал падать. Что это означает? Это означает то, что экономика тоже начала снижение. В России очень невысокая производительность труда, очень маленькая автоматизация производства. То есть, когда у вас меньше, ну, не знаю, где-нибудь в Европе или в Америке, если вам нужно меньше людей на заводе, то обычно это связано с тем, что у вас завод переходит на использование роботов или какой-то там новую внедрительную технологию. В России ничего такого нет, потому что инвестиций нет, и сокращение необходимого количества сотрудников связано с тем, что просто сокращается производство, снижается производство, и вам не нужно так много людей, как раньше. То есть, а, ну и вывод, эти эксперты делают то, что, вероятно, в России начинается рецессия, они так говорят, вероятно, может быть, хотя уж как бы на все об этом просто кричит, но они, как я говорю, они большие оптимисты, поэтому у них рецессия начинается только лишь вероятно. Что такое рецессия? Это спад экономики. То есть, в России начался спад экономики, который говорили, вот еще там, я, например, говорил, что сразу после вторжения большого в Украину в 22-м году в России неизбежно начнется падение экономики. Это падение не началось, и мне многие люди это пихали мне в рот, и вообще в глаза эти, так сказать, мои прогнозы говорили, ну что, где твое падение, где, вот что, почему его нет, почему и не случилось. Но я говорил, что все равно случится, но не может не случиться, потому что вся российская экономика сейчас, она такой абсолютно адский, уродливый организм, который не может долго сам по себе существовать. Но вот сейчас этот все-таки спад начался. То есть, сколько веревочки не виться, все равно конец будет. Вообще говоря, в последние два года российская экономика чувствовала себя неплохо, благодаря, знаете, постоянным инъекциям, внутривенным буквально денег из фонда национального благосостояния, из высоких цен на нефть, просто прямо из бюджета деньги вкачивали в эту экономику. Экономика России была как на кокаине, знаете, когда человек там, не знаю, сутками может без сна прожить, и не просто прожить, а будет чувствовать себя великолепно, королем мира, чувствовать себя вообще так замечательно, как никогда себя не чувствовал. Но кокаин, как и деньги, рано или поздно заканчивается, и поэтому и после завершения начинается абстинентный синдром, он же похмелье, он же отходняк, когда силы куда-то улетают, наваливается усталость, настроение портится, все тело там трясет и колбасит, и человек проваливается в эмоциональный и физический ад. Эксперты российского правительства говорят, что вот оно, вот это абстинентное состояние, уже на подходе. Экономика на кокаине не может просто бежать вперед, потом лечь, отдохнуть и дальше побежать. Такого не бывает. Если экономика российская приляжет отдохнуть, то, скорее всего, после таких ударных дос кокаина, как и вкачивали последние два года, она уже просто не встанет, не сможет встать. Нереально это. То есть, она может быть, либо сразу рухнет, либо долго будет загнивать и снижаться, снижаться там будут объемы производства, но прежнего роста точно не будет, тем более уже даже по официальным правительственным данным российская, даже военная промышленность, которая последние два года была мотором всей российской экономики, вышла на так называемую плато, она не растет больше, достигла предела своего возможности роста и остановилась. Вся остальная, так сказать, гражданская экономика, она особо и не росла последние два года, она наоборот снижалась, поэтому, в общем, короче говоря, добежали до этой точки и сейчас покатятся вниз. То есть, до самой верхней точки добежали, сейчас вниз покатятся. Если, да, в принципе, конечно, можно было бы этого избежать, если бы не было войны, если бы Россия ни на кого не впадала, может быть, экономика полежала, отдохнула бы и пошла дальше. Но, она помрет, потому что не может никакая, вообще никакая страна в мире жить нормально, развиваться, сливая все свои ресурсы в унитаз войны. То есть, такая страна, как Америка, например, с огромным количеством ресурсов, она может там какие-то часть ресурсов выбрасывать на ведение войны в Афганистане, на Ирак. То есть, да, чуть-чуть снизится там качество жизни в Америке, но, в общем, сильно на ней это не отразится. В России же сейчас буквально все ресурсы идут на войну. Все ресурсы, а что такое на войну? Это означает, деньги просто рвутся на части, выкидываются в унитаз. В какой-то момент эти деньги закончатся, эти ресурсы закончатся, и российская экономика просто окажется с пустым, так сказать, шприцом в Вене лежать у разбитого этого самого унитаза. Это неизбежно. Законы экономики, они настолько же неумолимы, как законы физики. По-другому быть не может. Причем, Российская Федерация выбрала сама себе вот этот путь развития и свой этот финал. Украина, надо сказать, вынуждена оказалась в похожем ситуации. Она оказалась в положении воюющей страны, когда тоже вынуждена огромные ресурсы тратить на войну. Тоже, естественно, в этом нет ничего хорошего. Но Украине, в отличие от России, хоть как-то помогают соседи. Плюс Украина не сама выбрала себе этот путь, она жертвой нападения стала. Украина не равна войне, а Россия войне равна. И Украина не хочет быть равной войне. А в России сейчас начинается очень активная пропаганда о том, что каждый человек, каждое предприятие, каждый колосок в поле должен стать работать на войну и стать оружием в этой войне. Поэтому положение Украины, как мне кажется, не настолько безнадежное, насколько положение Российской Федерации. На самом деле, глядя на всю эту ситуацию, как бы немножко издалека все больше убеждаюсь в том, что победу Украине, скорее всего, вот в целом в этом противостоянии, обеспечит не столько даже западное вооружение, хотя от них, конечно, тоже очень много пользы, они нужны, и все такое. Но все-таки я больше тут ставлю ставку на постепенное саморазрушение, и более того, не просто постепенное, а ускоряющееся саморазрушение Российской Федерации, в первую очередь, саморазрушение экономическое и технологическое. Но для того, чтобы это саморазрушение набирало обороты, необходимо, конечно, продолжать удары по нефтеперерабатывающим заводам России, потому что нефтепереработка и вообще вся нефтяная сфера это становой хребет российской экономики. Если переломить этот хребет, то все, экономика России рухнет, и, соответственно, этим надо заниматься активно. Иными словами, как я вижу ситуацию, может быть, со мной кто-то поспорит, может быть, я не прав, но я не знаю, я ситуацию вижу таким образом, что удары по нефтеперерабатывающим заводам, по нефтеэкспортной и нефтеперерабатывающей инфраструктуре в России не менее важны, чем американское оружие, которое, тем более, сейчас в данный момент пока еще какое-то такое гипотетическое, потому что 60 миллиардов долларов так и не могут они все никак выделить. Поэтому я, если бы был начальником, как говорится, я бы сказал Соливану, что бить по НПЗ Украина прекратит ровно в тот день, в тот же час, когда Соединенные Штаты Америки выделят Украине обещанное, давно обещанное 60 миллиардов долларов военной и финансовой помощи. Ну а пока нет этих 60 миллиардов, я бы сказал, ну приходится выкручиваться хоть как-то, вот эти удары, единственное, что дает нам надежду на победу. Извините, друзья, мы не можем последнюю надежду просто взять и выкинуть. Тем более, когда по нам лупят крылатыми ракетами, десятками крылатых ракет каждый день и еще и дронами сверху добавляют. На мой взгляд, такой подход довольно честный и разумный. Это, да, американцам, я думаю, можно было бы его объяснить. Ну и насчет раскрутки инфляции и угасания экономики российской есть еще один важный чистовоенный аспект. Конечно, экономика и военные дела сильно переплетены, но в данном случае прям очень-очень важный момент есть. В России пополнение рядов вооруженных сил, то есть дополнительные новые солдаты в основном идет с улицы. Военкоматы сейчас главным образом набирают людей на контракт. То есть приходит человек, желающий заработать, подписывает контракт, ему дают каску военную форму автомата и отправляют на фронт. Сейчас зарплата такого контрактника 205 тысяч рублей. Примерно в месяц это около двух, чуть больше двух тысяч долларов. инфляция, если она раскрутится на всю катушку, то может срезать эту зарплату сначала с двух тысяч долларов до полутора, а потом, глядишь, и до тысячи долларов. Потому что если начнется гиперинфляция, это будет очень-очень серьезным ударом по зарплатам этих самых контрактников. А за тысячу долларов в Российской Федерации на самом деле можно и на гражданской службе нормально работать, не рискуя при этом жизнью. Тем более, помним, из доклада вот этих вот экономистов при правительственных зарплаты в гражданском секторе в России тоже растут. То есть, человек, выбирая между службой в армии по контракту и работая на обычном там заводе или где-нибудь, в офисе будет выбирать завод или офис, потому что там его хотя бы не пристрелят. Ну и чем выше в России будет сейчас инфляция, тем меньше будет желающих воевать и тем сложнее, тяжелее Российскому Министерству обороны будет выполнять мобилизационные планы. То есть, ситуация на самом деле там в России довольно непростая. План по набору контрактников не выполняется уже сейчас. Экзотику приходится брать каких-то гвинейцев, каких-то кубинцев, каких-то чуваков из экваториальной Африки, из Непала, из Индии, бог знает откуда еще, из Ритреи даже приезжают. Почему они едут? Потому что деньги, ну, хватит денег заработать. Конечно, рубли их не интересуют, их интересуют рубли, переведенные в доллары. Если этих рублей, переведенных в доллары, точнее, долларов из рублей переведенных будет мало, никто в Россию не поедет. И вообще, просто контрактников будет набирать очень-очень тяжело. Соответственно, мотивация для прихода на войну новых людей в России очень упадет. И, кстати говоря, те, кто сейчас приезжают и те, кто вообще воюют, они реально даже сейчас особо не мотивированы, потому что, ну, как бы они идут ради денег, они там героизма, патриотизма у них никакого нет, они хотят всеми силами косить от выполнения заданий, руководствуясь известным всем принципом, солдат спит, служба идет. Ну и плюс сами россияне жалуются на то, что у пополнений, у тех, кто приходит воевать сейчас в войска, страшно шапкозакитательские настроения, они верят пропаганде и считают, что сейчас мы вот идем в бой, одно левое там всех украинцев перебьем и все будет хорошо. Так, естественно, не получается и после этого у них настроение становится сильно хуже, чем до прихода на военную службу. То есть, обратно их уже не выпускают, потому что нет возможности легально разорвать контракт и уйти в военные службы. То есть, люди полностью демотивированы, те, которые приходят служить в российскую армию, у них одна мечта, как каким-то образом свалить оттуда, больше ничего они не хотят. Вот эта вот система вход-рубль-выход-2, она просто убивает всю мотивацию российских солдат. Подписывайся на канал Радио НВ Ось тут!